Ну, типа, знаете, ну, короче, ладно, спирт просто, видимо, сейчас вообще не знаю, смогут ли они как-то собраться на этом турнире, но уже начинает выглядеть так, что нет, не смогут они никуда собраться, единственное, куда они могут собраться, это домой. А, ну, турниры в онлайне, поэтому даже и никуда собираться не надо, в принципе, они и так-то буткемпи, правильно? Правильно, ну, там, может, вещи, чтобы поехать в Бирмингем куда-нибудь они могут собирать или куда они там собираются ехать, не знаю. Потому что перформанс удручающий, два интерьера, то спирт ноль мотивации на турниках говна, да не так это работает, не так это работает. Если у тебя ноль мотивации, если вы решаете всем коллективам, что мы не хотим играть турнир, вот этот, вот этот или вот тот, вы просто его не играете. Если вы уже играете турнир, то вы играете его так, как умеете и можете, потому что никому неприятно... Я, короче, я не понимаю, откуда это берется, вечная история про там отсутствие мотивации, да им похуй, они просто специально сливают там и так далее, они в пиве. Чувак, ты заходишь просто в паблик в доте, играешь ни на что, просто паблик какой-то, где ты еще можешь обвинить четыре тиммейта всегда в поражении и все, свалить всю ответственность на них. И ты проиграв несколько игр в паблике, у тебя жопа горит. Ты недоволен, пиздец, ты морально подавлен бываешь после этого. И это какой-то паблик в доте. А здесь они играют в профессиональную игру. Играют, во-первых, все смотрят фанаты на них, во-вторых, это турнир, на котором показывают кто что умеет. Для дотера, как в принципе не только для дотера, вообще для любого человека, да, если он на что-то кладет жизнь буквально, для него ужасный моральный на самом деле удар, может быть иногда на уровне подсознания, но это с уровня подсознания потом въезжает и в сознание и вообще куда угодно, так сказать, переходит в реальность. Так вот, ужасный удар это когда ты на что-то жизнь положил, но ты в этом сосешь хуй, то есть у тебя не получается. Потому в этот момент ты как бы чувствуешь себя, ну, бездарем, ты каким-то, ну, то есть ты думаешь, блин, я всю жизнь это делаю, но я не могу ни хера, у меня ничего не получается. То есть это ужасно бьет на морали. Никто не садится играть на похуй. Если они сели играть, они пытаются играть на максимум, поверь. Всегда все пытаются сыграть хорошо. Да, там, конечно, возможно, подготовка просто не лучшая, ввиду того, что, ну, просто ее не было прям вот в должной мере. Нет такого, что вы там сидели прям месяц на буткемпе. И это как бы и влиятельный результат частично. Но сам факт того, что они сели здесь играть и пытаются играть хорошо, это поверь 100%. Иначе бы они здесь просто не играли. Вот как они там скипнули какие-то турниры просто потому, что кто-то взял отпуск. А эти турниры, они уже не скипают, их они уже играют. И проигрывая вот эти все игры и так далее, на самом деле они ставят себя в не самое удачное положение. Можно просто перестать в себя верить, начать искать проблемы в друг друге, например. А это верная дорога к смерти команды, на самом деле. Пожелаем им, чтобы такого не произошло. Пожелаем им, чтобы у них все было нормально. И они просто бы сделали какие-то выводы из своих поражений. А не искали бы виноватого среди коллектива. Потому что найти-то, конечно, его не сложно. Мы все знаем, что Ларл, блядь, виноват. Тут даже не нужно никуда ничего искать. Ой, а Ларл в команде играет, конечно, все понятно. Я правильно понимаю, что по мне, Ярославу, падение мотивации не существует? Нет, падение мотивации существует. Просто люди, когда говорят, да, они это играют на похуй. Нет, не на похуй они это играют. Не на похуй. То, что они, возможно, не так хорошо готовы, ввиду того, что это не самый важный турнир в истории, они не так хорошо к нему готовились. Да, как если бы это был бы интернешнл образный. Это да, но это не значит, что им на похуй, им похуй или у них там мотивация упала. Просто это называется распределение сил. Падение мотивации существует, но если у тебя падает мотивация, заканчивай карьеру. Ну вот, это так называется. Знаю, о чем говорю. Так и закончил карьеру, в принципе. Ибо просто впадло было играть в компьютер уже, и просто не хотелось этим заниматься. А если люди продолжают играть, у них не падает мотивация. Я еще раз повторю, люди ничего другого не делают в жизни, сколько как в доту играют. Все, спад ровно такой же у них сейчас, как в прошлом сезоне. Память, что ли, отшибает людям реально. Ну вот в прошлом сезоне ровно то же самое было со спирит. Они ровно так же начинали сезон, они проигрывали. Может быть, люди забыли, но вообще-то говоря, спирит. У них была такая межсезонник такое, где они заняли топ-16 на Инте. И после этого плюс-минус полгода, на самом деле, посасывали на всех турочек, показывали очень скверный результат. Это как раз когда они Ларла взяли. И там все 24 на 7 говорили, надо кикать Ларла и все такое. А потом они выиграли Рият, Инт. Выиграли какую-то там еще Дремлигу или что. Потом еще что-то выиграли. У них был стрик без поражений в 30 игр. Они рекорд установили. А теперь они опять испытывают некоторый спад. Что в этом такого удивительного? Я не знаю, что это так людей удивляет постоянно? Это, видимо, те самые люди задают себе вечно эти вопросы, которые никогда не ошибаются. Вот, типа, знаете, они ни в чем никогда не ошибаются. И они на любого всегда пиздят, когда кто-то ошибся, потому что они-то никогда не ошибаются. У них никогда не бывает такого, что они что-то делают не идеально, типа. Это люди делают себя все идеально, поэтому для них это просто удивительно. Они говорят, как это вот, блядь, они же это выиграли нахуй. Почему они сейчас не выигрывают? Что за хуйня, как такое вышло? И мы же не можем залезть в мозг ребятам из Спирит. Да, Коллапс, там, Мирославу и прочим ребятам, Ларлам, Пошкам, Эдитория. Мы не можем к ним залезть в голову и понять, что там творится. Но, может быть, кто-то из них на самом деле переживает этот кризис сейчас уже, кто знает. Человек переживает этот кризис, где он не получает удовольствия. И у него нет ни удовольствия, ни цели, например. Все цели выполнены, все удовольствие уже высосал из этой игры, из всего происходящего. И он как бы заходит дальше в нее как на работу. Он все очень хорошо играет, но это уже не то. Это уже не тот игрок. Это уже не тот человек. Но он не хочет, может быть, ни себе признаться, ни кому-то в этом особо. Потому что, а что он будет делать все равно? Он ничего другого не умеет. Он на это положил всю жизнь свою, текущую. И все, кто знает, может быть. Понимаете, для Доты, вот этот чел, который по 10 евро мне в ебало кидает, это приятно. Продолжай, в принципе. Но я говорил это там много раз и готов повторить еще много раз. Для Доты невероятно важно, чтобы вот каждый игрок был на пике своих моральных, физических сил, да. Чтобы была вот эта вот химия в команде и так далее. Один игрок по какой-то причине не в форме, все, это крах. Потому что мало людей, 5 человек. Каждый критически важен. Невозможно раствориться, да, вот как, ну, не знаю, я не люблю эти знаменитые футбольные примеры, которые постоянно все приводят, блядь. Поэтому все равно приведем их. Вот в футболе красную карточку дали челу, команда осталась в десятером, это плохо, неприятно, но это не критически. Это не значит, что команда вот все пиздец, сейчас она будет гол каждую минуту пропускать. А в Доте, если одного человека просто дисконнектят и все, 4 на 5, все, 5 минут, игра закончится. Ну, если сильная команда играет, невозможно в четвером играть, да? Ну, вот, а если мы просто представим ситуацию, что никого, конечно, не кикнуло из игры, не дисквалифицировало, не дисконнектнуло, но человек просто, он не в своей тарелке, он плохо играет, хуже, чем должен. Все, команде пизда. Ты можешь искать проблемы в драфте, ты можешь искать проблемы в чем угодно, а на самом деле просто один чел не доигрывает, он просто не доигрывает, он просто не дает инфу нормально, как должен, он где-то ошибается в кнопочке, и все, команде вафли, она не может играть, она потихоньку сыпется. Достаточно одного человека, а если два человека не в своей тарелке, не в лучшей форме, то на это вообще смотреть, может быть, больно порой. То есть, такая игра, эта дота, такая, ну, в точеке, это даже не, это вот не только дота, не только для доты характера, это в принципе киберспорт, в нем особо нет замен, да, в нем мало игроков, игроков, что называется, на поле, да, и нет замен, нет такого, что человеку, который сейчас просто не в лучшей форме, ты его просто меняешь, как это можно сделать во многих видах спорта. Здесь ты не можешь поменять его, он все равно будет играть, вот, а вот уже дальше как он будет играть, это уже вопрос. Вот, поэтому кто знает, что там успеет твориться, я не знаю, но я знаю, что подъемы и спады, это нормально. Команда иногда играет на пике формы, потом падает, головой, и бесцовет,